Здарова, Антон. Привет, Юлия Александровна. Не одиноко ли тебе? Мне было так одиноко, пока не включилась камера и пока не приехала ты, Юлик. Я думал, что я сейчас всё. Это интересно, потому что сегодня у нас ролик про одиночество, про то, как... Ух ты, какое совпадение. Молодое поколение страдает на пустом месте. Ребята, вы все наши друзья, вы все нам нужны. Мы с Юлием Александровичем с вами всегда, в любой момент. Вы включите наш ролик, и вы не одиноки. Вы с нами, и вы можете на нас всегда рассчитывать на наше киберплечье. На наше киберплечо, мы вам его всегда подставляем. Плачьте нам в жилетке, пишите комментарии, как вам плохо. Мы всех вас, как наших виртуальных детей, любим. И всех вас жалеем, и вами гордимся. Вы все молодцы, и мы всё вместе сможем с вами пройти. Ребята, смотрим, смотрим, Юлия Александровича. Как будто мы у Лиды кинотеатра пришли. Чай, тут нам кофе, спасибо, больше не надо. Ох, ребята, вчера у меня был вахт. Бля, мы не приоделись с тобой. Да, что-то мы как-то... Нет, я сегодня, смотрите, просит барбершоп, видите, у меня как всё парихтовано. Я сегодня свежий, ребята, я сегодня свежий. Ну да, ты подготовился, я что-то там. Я подготовился. А ты не подготовился? Да, я как-то по-свойски сел, так как будто дома. Подохнула душой. Нам нужно такую хуйню на пальцы, надо. У меня только Нива перстень есть, кстати, я могу его достать. С твоей лёгкой руки на свою тяжёлую. Вау, он недалеко у тебя жил, ты ждал, ты ждал. Да, да, я готовился к этому. Ладно, я так вот одену, чтобы можно было, чтобы тоже меня его перстилит. Анна, очень вкусно поели и пошумели, потом пошли танцевать и прогулки. Слушай, что она рассказывает о том, как классно жить. Слушай, здорово, да, я прямо хочу. Пока вы придурки дома сидите, мы развлекаемся. Мы гуляем по Москве с поночной набережной. Я, ну, просто обожаю встречи с друзьями. Я так понимаю, это подводка к теме сегодняшней? О том, что друзей у некоторых-то и нет. Раз гуляем всю ночь. Только вот почему я чувствую себя такой уставшей и даже опустошённой? Вроде бы мы провели вместе столько времени, давно друг друга знаем, нам есть что обсудить, мы много говорили, но как будто бы не обсудили что-то важное. И из-за этого я чувствую себя так... одиноко. Если вам знакомо это гнетущее ощущение одиночества, то усаживайтесь поудобнее и закрывайте вкладку. Даже не знаю, о чём. А если нет, то чё, не усаживаться? Да, так тогда улаживай. Если вы хотите посмеяться над дураками просто, которые не могут в себе разобраться и с людьми общаться. Очень важным чатиком. Потому что прямо сейчас мы будем разбираться с вашим гнетущим чувством изоляции. Мы разберёмся, почему нас постигла целая... Да ты чувствуешь себя так одиноко. Как будто у тебя нет друзей. Ты просто получишь и спишь. Что нужно взять себя в руки, сделать выход силы и просто пойти. Ребят, кто из вас сейчас работает и вообще серьёзно относится к построению классной карьеры, у меня для вас рекомендация. Если у вас нет цели проработать всю жизнь за зарплату, которая повышается раз в пятилетку, и вы хотели бы работать с любой точки мира, создавать что-то новое и расти в доходе без потолка, то приходите на бесплатный мини-курс по программированию от Андрея и вашего. Мини-курс несложный, а пользы вы получите больше, чем от многих платных курсов. Андрей, автор курса, в IT больше 12 лет. С опытом работы в Яндексе и в зарубежных компаниях. Я вам про него уже рассказывал. Сейчас Андрей с командой проводит мини-курс по программированию на языке Python для новичков, в котором каждый узнает, как стать айтишником с нуля и напишет сам своего телеграм-бота. На мини-курсе вы запрограммируете бота с нуля под руководством Андрея и его менторов. Да, на бесплатном мини-курсе будет обратная связь. А также получите пошаговый план по тому, как с нуля стать востребованным Python-разработчиком и выйти на зарплату от 100 тысяч рублей с лайфхаками по поиску работы. А еще вы сможете получить бесплатную карьерную консультацию от Андрея и весомую скидку на обучение профессии Python-разработчика, если решите продолжать. Старт 28 августа, 5 дней. От вас любой компьютер и полчаса-час свободного времени в день. Все подробности и регистрация по ссылке в описании. Или по QR-коду на экране. А тем, кто хочет двигаться в IT уже сейчас, я посоветую вам телеграм-канал Андрея. Подписывайтесь, ссылка будет тоже в описании. Тебя всегда ждут, понимаешь, в чем дело. Самые интересные люди, которые считают, что у них нет друзей, они сильно ошибаются. Ну, некоторые люди просто из-за интернета и общения в сети, они не умеют с людьми общаться вживую. Вот я тебе расскажу о твоей историю. Они не общаться вживую не умеют, ни социальные связи налаживать. И потом еще опасный тренд кичится этим говном. Что я только в интернете живу. Я такой интроверт. Я лучше проведу вечер с книжкой, чем с этими гомонящими придурками. Я такой умный. Был бы ты умный, ты бы нашел способ общаться с людьми и не уставать, как ты делают умные люди. Вот я тебе скажу. Вот одно время, когда у меня появился интернет, я из реального мира с друзьями почти не общался. И вот у меня появился один друг в мэл-агенте, его звали Хмель. У него Хэ было как две скобочки в обратной сторону, Хмель. И он писал, типа, сколько тебе лет? Нет, он это не писал. Он мне спрашивал, хочу ли я... Он сначала говорил, что я тоже люблю Counter-Strike. Я тоже там люблю какая-то любимая карта. У меня карта Ацтек самая любимая. Он такой у меня тоже. Он говорит, не хотел бы ты заработать денег? Я говорю, ну кто бы не хотел? Я говорю, конечно, хотел бы заработать денег. У меня Хмель, значит, предложил зарегистрироваться сначала на WebMoney. Потому что куда деньги будут переходить? На WebMoney. У меня нет интернет-шерка. WebMoney, естественно. Я зарегистрировал в WebMoney. Вот, он сказал, значит, все, почти ты миллионер уже. Ну и все, и по реферальной ссылке я перешел. И там нужно кликать было. Ну, короче говоря... Типа эти баксы. Ха-ха. Вем мэл. Ты хамстер, блядь, этот ебаный. Короче, хами-хамика. Ну, там артериальных деньги платили. Кстати, я могу сказать, что я где-то в районе там почти, почти там, ну, просто доллар, доллар я не смог, да, но где-то очень долго. Цент, центов, наверное, 30-40 я смог туда набить. Ну, знаешь, в хорошее время жили. И вот мой друг Хмеля, интересно, чем он сейчас занимается в тюрьме, наверное, сидит. Я во всей этой херне тоже же участвовал. Это появилось-то, когда я был подростком. И вот в тот момент, когда я делал сайты, пытался заработать. И вот я со всем вот этим познакомился, как это работать. Так все делали, так все были. Друг мне вообще, я, по-моему, рассказывал, что он купил коробку ручек. Настоящих в интернете. Нескрученных. И ему сказали... Таких? Да, обычные ручки, вот, пищи, да, которые вот... Высием. Шариковая ситуация была такая, что, значит, три коробки ему привезли. Значит, корпус ручек прозрачный, колпачок накручивающийся и стержень. Задача твоя из всех этих трех коробок сделать одну большую коробку с ручками. Ты должен их скрутить. Как только ты их скручиваешь, цена сразу что увеличивается. Это же готовый продукт получает. Ты затратил время. И они обещали приехать, забрать коробку. И он эти ручки купил за 500 рублей. А когда они уже в готовом состоянии, приезжают специальные люди, выкупают их уже за 1500. Это что-то бред. В три раза подорожать. Он, ну, нет, он тоже так... Ну, три коробки собрал, брат. Но в итоге, короче говоря, все. Не заработало ничего. У него было очень много ручек до конца жизни. Нормально. Неплохое вложение. Пандемия. Что чувствуют современные молодые люди. И главное, почему вы не одиноки в своем одиночестве. Ребята, вы как минимум с нами сейчас сидите. Вы не одиноки. Вы не одиноки. Почему я вообще в обществе, если я Сигма? Но для начала загадка для вас. Давайте сразу вот. Перед тем, как мы начнем смотреть ролик, чтобы никаких споров, обсуждений, позиции свои выскажем. Давай. Нельзя без общества существовать и жить вообще без общения. Справедливо. Это невозможно. Человек существует социально. И кем бы вы себя ни считали. Сигмой, омегой, альфой, там, интровертом, который... Абсолютнейшая правда. Которому никто не нужен. Такого не бывает. Нет, это глупости. Просто, ну, интроверты не умеют нормально с людьми общаться. Конечно. Как вы будете получать информацию? Только с интернета, из пабликов вы скажете, да? Нет. Нужно общаться, делиться и узнавать. Человек, так, в первую очередь, животное, и животное, оно социальное. Если вы считаете по-другому, то вы просто не правы. Отписывайтесь. А кто живет по-одиночке вообще? Есть какое-то животное? Ну, психопаты, социопаты. Психопаты. Нет, даже психопатам общество нужно. Вот социопаты, да, те, кто боятся. Общество из тех, кого они хотят зарезать или убить. Но все равно нужно, так или иначе. Что будет психопат делать сам с собой, что ли? Ну, да. Нет, не можно. Даю вам три секунды на подумать. Вот ставьте видео на паузу и пишите комментарий. Написали? А вот и ответ. Сросшаяся берцовая кость. Потому что берем именно этой кости означает, что человек не может двигаться и нуждается в покое и уходе. И если она срослась, это значит, что за этим человеком хорошо и с любовью ухаживали. Вот этот скуп в танки играл целый год не вставать. И в итоге, да, и в итоге у него срослись кости вот здесь. Вот он не может встать просто. Он уголком раз. И вот так вот, ёбаный в рот. А сколько же я сидел? Я ему говорю, такие, все правильно. Сначала пандемия вы сидите. Сначала испарился вот этот вот гель, который позволяет вам, да, ну, ходить это и трение нивелирует. А потом срослись вы нахуй. Ой, а помните, был грипп такой в 20-м году появился. Как хорошо, что он прошел, и его больше не существует. Такой. А, да, точно, был. Это всего лишь шутка из ученого сообщества, которая не нашла реального подтверждения. Но, согласитесь, что-то в этом есть. Поэтому вы можете сколько угодно считать себя сигмой и гигачатом, циничным джокером и социопатом. Но вы не убежите от человеческой природы. Так уж сложилось, что мы существа социальные. Наши предки сидели у костра, делили мамонты и обсуждали, кто следующий будет мыть посуду. Так что, как бы вы не хейтили общество... Ты, ну, как ты, женщина. Что-то там договариваться у костра. Ты меня иногда удивляешь. Вот столько лет мы снимаем, и каждый раз ты не перездаешься, что не выляет, Юля, свое вот это вот жидовичество. Почему? У нас дома посуду я мыю. У нас дома посуду моет, посудомоечная машина. Ну, да, да, посудомоечная машина. И ты сейчас на меня говоришь. Шутка. Шутка, ребят, не слушай этого идиота из видео. Это не я. Это злое зеркало, которое, когда я отвернулся, оно осталось на меня смотреть. Это все. Чат, джип, джип, джип. Нет, женщины же боятся вот всех вот этих мерзких вещей. Там, знаешь, то, что в раковине. Конечно. Ваших самых далеких прабабушек и прадедушек. Это же сирмой, это укус. Это же бизнес-мэй. Семейный бизнес-мэй. Семейный бизнес-мэй. А вырастет миллионером, станет. Это сидит бабушка. Это вообще губ. Это не экипийский. Это семейный бизнес-мэй. Что у них в жизни происходит? А что это? Слушай, а потом... Я так тасклю, когда я это вижу. Я представляю, что я там, я вот в этой дурке нахожусь. Вот в этом бреде. А нет, так у них все в порядке. Это мы в дурке сейчас сидим. Мы в дурке. У них все предельно ясно. У них вот бизнес-мэй. Сигма. Бабушка говорит, да, Сигма. И до сих пор нам постоянно что-то угрожает. То глобальное потепление, то между... Не существует его. Да, но ледники при этом растаяли очень сильно. Нет, не из-за ледников. А из кого? Из-за циклов. Каких циклов? Которые происходят постоянно на планете Земля. Цикл, мотоцикл. Теплее. Ебать, но с такими аргументами я уши сменил. Поспорите. Да, Юлика, не перестань. Цикл, мотоцикл. Меньше говори, что... Меня уел. Ну, и вот пандемия. Поэтому очередная проблема прилетела, откуда и не ждали. Социальные сети называют социальными именно потому, что там находятся люди, которые могут друг с другом общаться. Дальше надо создать такую сеть, где ты регистрируешься и сразу заблокированы сообщения. Вы не можете отправлять, это человек не хочет с вами общаться. Никто ни с кем не хочет общаться. И никому нельзя добавить в друзья. Можно щелкнуть... Только в настоящей жизни попросить. Раз в памяти. Можно щелкнуть, только бан. Вообще просто, что тебе не понравилось, что этот человек в одной с тобой сети сидит, и можно его забанить. Вот настолько ты, блядь, консервативный. Вот просто и писать вот из списка, только ты видишь этот список, что тебе не понравилось. Аватарка, брови слишком... И все видят, кроме него. Да, да, все кроме него видят, да. И просто его блокируют сразу. Но он об этом не знает. Вы всегда на связи с друзьями и близкими. Вы готовы скинуть смешное видео или картинку в ту же секунду, как увидели их. Поэтому никто и подумать не мог, что молодые люди... Хочешь, я тебе покажу смешное видео сейчас? Хочу. Смешно. А как он так? Ребят, он такой идет. Слушай, жаль, вы не узнаете никогда. Одиночество. Облако поет. Меня, кстати, абсолютно не пугает вот эту перспективу просто сидеть одному и... Кайф вообще. Сейчас ты один посидел, пошел, пообщался, вообще заебись. Вот я помню, раньше были всякие вписки, да, когда ты там... Ну или просто, да, там, как бы у друзей тусовка. Я прихожу, есть о чем поговорить. И ты вот так стоишь с стаканом в углу, как на меме. Да, 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 я мог стоять именно так, и... Ну, я, конечно, чувствовал себя немного неудобно, а с другой стороны, а кому еще должен? Я поставил, попил пиво, а потом, когда все пошли... Спасил телефон и все, и съебал. Украл деньги из курток. Вписка, знаешь, такая, на которой незнакомые люди. Просто пришел, зашел, забрал. Кстати, у меня было несколько раз такое, что меня приглашали на Новый год, я приезжал туда. Там все так круто веселились, что я говорил, извините, ребята, я не пью, мне нужно будет скоро... У тебя в кармане пакет с аллофаном? Да, и ты такой... На, ребят, я не пью просто, вы продолжите, продолжите. Нет, подожди, ты неправильно сделал. Ты берешь вот так вот сначала, его раз... И смотал в карман, чтобы, если что, просто выкинуть его, и там не было печатки. Он скажет, что, ребят, я не знаю, что вы нашли, у кого вы что нашли. Он, может, и этого лежал здесь. Хрень какая-то. Я уберу его. Я положил сюда. Мне не жалко, я не хочу проникаться вот этой тупостью. Он у меня грустный один, блядь, сделай что-нибудь, что ты сидишь, ноешь. Еще романтизировать, это вообще пиздец. Сделай вконтакте свой собственный. Когда романтизировать всякую хуйню, это так тупо. Что это, как к этому относиться? А как ты относишься к видео, где вот девочка говорит, что вы еще не видели новую меня? Я стала коткой. Вот. Глупость романтизировать готов или нет в 2024 году, как считаешь? Ребенку все можно. Правильно. Эта социальная пандемия, конечно же, в первую очередь захватила ТикТок. Молодые люди стали массово делиться своим... Наберите долгов. Наберите долгов, возьмите ипотеку, когда вас будет каждый день хуярить 30 тысяч, 40, 50 в месяц, вы расслабляться не сможете. Причина, по которой мы чувствуем себя одинокими... Это потому что одиночество, это не про множество, это много людей. Далеко не только в отсутствии романтических отношений, хотя о них мы тоже поговорим. Но в целом в дружбе, общении, по интересам и какой-то духовной близости. Вот так? Да, вот так. Ой, ребята. Одиноко, одинокий, одиночка. Во-во-во. Рот из гильникового перевода. Он режет правду маску. Но он реально один вид остался. Развиваясь по сторонам, понимаю, вот я снимаю видео, вот в соцсетях общаюсь, в основном по работе, а отдыхаю в одиночке. Ты же она угнетает всех этих людей. Да, вы такие лохи. Я вот, смотрите. Танцую, веселюсь, снимаюсь. А вы что? В ТикТоке сидите. Ну, молодцы. А вы? А вы? Одинокий, да? Да. Не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Кто-то должен... Некому прийти в гости. Кто-то должен быть таким. Какого общения? Разве что со своими тараканами. Всем совет. О! Не общайтесь с людьми и будет хорошее настроение. Кем? Подожди, еще раз. Таракан с тараканами. Всем совет. Не общайтесь с людьми и будет хорошее настроение. Но это плохой совет. Слоняра еще в этот раз выдал, да, не тот. Люди источник, наоборот, всех этих вещей. Я постоянно... Кстати, вы можете обратить внимание, у меня нету ни випен, ни еще. У меня просто летает. В 1080 я смотрю. В 1080 я смотрю. Ребята, я не знаю, что. Это, я говорю, правительственные сетки подключены. У меня? Только видно, что я смотрю на всех экранах там. Вместе путешествуем и видимся в других странах. Но в то же время я понимаю, что многим другим так сделать не удается. Кстати, рубрика «Вы просили?» я сделала. Третий влоговый канал, где будет больше лайфа, больше буду рассказывать о своей учебе в Канаде. Круто! Канаде? Круто! Я хочу поговорить о признаках глубокого чувства одиночества, потому что я знаю несколько человек, которые его испытывают. Хорошо, давайте приступим. Номер один. Делиться с каждым, кто будет слушать. Номер два. Ощущать себя брошенным в группе людей. Номер три. Ставить потребности людей выше своих собственных. Номер четыре. Чувствовать необходимость быть чрезмерно полезным или милым. Это надо все это делать? Номер пять, я не знаю, чтобы все это делать, чтобы, блядь, жизнь их говном вызвать. Чтоб, да, жизнь сладкой тебе не была. Ощущение изоляции или ощущение, что никто вас не замечает. Номер шесть. Ощущение, будто бы вам нигде нет места. И последнее. Становиться одержимым дружбой. Если это относится и к вам-то, возможно, вы чувствуете глубоко одиночество. Не, я хотел сказать, что вот этот вот очень справедливый. Смотрю, ощущение, будто вам нигде нет места. Это про меня прямо вообще. Как понять, что вы обосрались? Номер один. У вас течет жидкое что-то по нему. Во-вторых, вы очень неприятно пахнете. Номер три. Люди разбегаются от вас и кричат, фу, он обосрал. Есть еще четвертый признак, если вы снимете штаны и посмотрите, есть ли дерьмо на трусах. Огромная куча говна. Да, на ваших трусах. Если это так, ребята, вы можете... Я на 99% уверен, я один оставляю процент. Зачем за другим? Может быть, кто-то из лопаты подложил вам свое говно. Но, скорее всего, вы обосрались. Это вот действительно людям нужно помогать, понять, что они испытывают какие-то эмоции. Успевай выйти замуж, а то останешься старой девой. Сейчас я готова сказать, успевай завести друзей, а то после 25 всех разберем. До 25 у вас даже мозг не сформирован до конца, ничего страшного. И после 25 друзей можно завести. Мы с тобой во сколько начали дружить? Вот именно плотно. Я в 20... Двадцать девять был? В 2019 год. В 2019 год. Если вот мы прямо начали снимать, да? Пять лет назад. Пять лет назад. Плотно старообществ 5 у нас. Пять лет назад мне было 26. А вот, кстати, в 40 каких мы друзей найдем? В тюрьме. Когда мы будем сидеть нахуй долго. Самых лучших и близких ближе не будет. Потому что они будут спать с тобой на одной кровати. Это самые близкие будут друзья на ближайшие 10 лет. Они проявили опрос 2000 взрослых зумеров. Зумеры, кажется, вы уже выросли. Так вот, этот опрос показал, что 40% из опрошенных как минимум 3 дня не разговаривали лично с другими людьми. Я прям вижу, как сейчас какой-нибудь Сигма просит подержать его пиво и пишет мне комментарий, что он провел 10 лет. Это невозможно. Потому что я вот утром просыпаюсь, и мне уже звонят просто банки, жулики, мошенники. Ну это все... Если хотите поговорить, берите сразу трубку. Это проблемы детей. Типа, не настоящие. Ну типа, где 3 дня? Нет, они настоящие. Ты живешь в настоящем мире. Ну они дети, они же не понимают, что это... Не получится такого, что ты ни с кем не поговоришь. Да, вот тебе звонят, грубо говоря. Тебе просто для того, чтобы существовать, нужно обещать. Нет, на эти 3 дня уровень для детишек. Ого! Это опасность! Но давайте вернемся ко мне. Мне 37. У меня нет друзей вообще. Такой-то смешной. Как так-то? Есть друзья. За исключением работы. Нет, ее проблем в том, что такие люди, они, во-первых, не верят в то, что... Ну что такое дружба. Ну я в том плане, что у нее балл на друзей, а она говорит, что это все товарищи. Вот очень речь. Она говорит, у нее нет друзей вот вне работы. Так, блядь, это работа с утра до вечера. Ты хорошо. Когда ты успеешь завести? Дружи с ними, да. Четверть опрошенных сообщили, что чувствуют себя изолированными. Я до сих пор общаюсь с ребятами, с которыми я в Киеве и в Айпорте. У меня вообще никаких проблем нет. А как это происходит? Я грустно, она такая... Мне так одиноко, так одиноко. Мне так одиноко. Пип! На целый... На десятки тысяч людей. Блядь, светлый туман. Так уже получше. За ей. Но это при этом... То есть не отменяет, да? О, видос, где я плачу. Вчерашний вообще зашел. Круто вообще зашел. Я хочу сказать, что одно другого не отменяет. Правильно, что если ты... Те водички? Не отменяет одно другого. И то, что у тебя как бы... Типа нету друзей в реальном мире. У тебя десятки тысяч людей есть, которые тебе... Ты все равно... Внимание так или иначе нужно, правильно? И общение нужно. Только оно черпается из других источников. А 60% людей ощущают одиночество в толпе. Причина может крыться в том, что люди перестали... Юлик, ты веришь в шаровой молнии? Просто если сейчас залетит и убьет, тут все, я тебя предупреждаю. Если мы умрем, нам будет похуй. Поэтому нечего переживать. Шаровой молнии. 62% опрошенных сказали, что считают обсуждение своих эмоций чем-то запретным и порицаемым. Правильно, лучше в личном общении быть гигачадом. Потом закроешься в ванной дома и поплачешь от души. У Алины Мурадюмевой какое-то странное представление. Она как будто не понимает, что значит гигачад. Она почему-то уже какой раз приводит пример того, что это типа одиночки. Типа вот они ни с кем не общаются. Нет, она имеет в виду типаж. В том, что якобы ты такой супер вообще везде. Ну, понял, да, что я имею в виду, что ты как бы успешный, у тебя и друзья, и деньги, и еще все-все-все, а на самом деле ты приходишь домой и плачешь. Это и типаж имеется в виду, а не и конкретно гигачад. Огромное. Одиночество – настоящая эпидемия. Ведь из-за него повышается и уровень тревожности, и ухудшаются соны, питание. Люди... Блядь, такая хуйня. Вы тупые, что ли? Вот реально, вы тупые? Юлия Александровича. Вы совсем идиоты, как говорил мистер Хримм? Вы что, совсем тупые? А что, расскажи нам? Вы ложитесь в 10 утра спать, сидите по 8 часов в ТикТоке, и потом такие... Мне сейчас... Блядь, что-то у меня с головой проблемы, у меня депрессия. Не, но если так, то... Да ладно нахуй, серьезно. Какой-то, блядь, бред-то обсуждают. Не, ну 10 часов шорт слистать всю ночь, когда у тебя должны вырабатываться все основные гормоны, блядь. Реально? Блядь, живите дефолтную жизнь. Встал утром, лег вечером, питаешься нормально, и все, у тебя не будет 99% проблем с башкой. Какой-то бред-то обсуждаем. Люди живут жизнь, блядь, ненормальную вообще... Вообще нахуй ненормальную. Да. И такие, что-то мне плохо. Что-то мне плохо. Конечно, тебе плохо. Конечно, ты чувствуешь себя одиноким. Ты не можешь базовые вещи сделать. Базовые вещи в социальном плане, в физическом плане, в каком-то ментальном плане ты не можешь сделать. Ты не можешь концентрироваться, ты не можешь запоминать новую информацию сложную, чему-то учиться. И общаться с людьми. Это все вот следствие того, что люди живут как долбоебы. И потом это действительно тема для обсуждения. Я считаю, да. Это бесит, это глупость. Дай быстрее. Мы тут 10 минуту смотрим. Я, кстати, хочу побыть один. Чтобы ты быстрее уехал. Я очень... А, тебе ролик смотри, ты на него. Нет, будем. Я все равно хочу немножко. Нет. Я не настолько хочу, чтобы ты... Не уезжай так быстро. Сними сейчас одну, а потом едешь. А потом я буду лать. Эту жизнь. Помню во времена, когда я работала маркетологом в медицинской клинике и работала 24 на 7. Пошла на свидание с парнем, предпринимателем, и он мне сказал, Алин, ты главное, успевай жить эту жизнь. Так я ее и жила с 11 до 12 часов ночи. За совет душевное спасибо. А делать-то что? Так вот, жить жизнь и пить водичку от одиночества не спасает, а только его усугубляет. Потому что находясь в кругу людей, вы не можете обсудить то, что вас действительно беспокоит. Ведь ваша связь с этими людьми поверхностная и недостаточно дружеская, чтобы обсудить какие-то личные вещи. Вот помните, в опросе многие люди признали, что открытое выражение чувств не очень-то и одобряется обществом. И это одна из важных причин нашего одиночества. Надевание маски при общении с людьми. Ношение этой маски – это как быть супергероем без крутых способностей и без симпатичного костюма. А что будет через, ну, типа, 15 лет? Не знаю. Я думаю, что все эти люди вырастут и станут жить обычной жизнью. Не-не, просто они такие вещи обсуждают, такие темы поднимаются. Я думаю, через 15 лет будут ролики. Иногда люди говорят то, чего, ну, вот, нет на самом деле. Правда, такое бывает. Это называется ложь. Это такой психологический прием, когда вы, вот, есть одно, а вы говорите совсем другое. И, кстати, не обязательно, что это будет очевидно неправда. И мы живем в мире вот этой штуки. Все так делают. Вы тоже? А есть фильм такой, да, по-моему, где чел придумал ложь? Да, прикольный фильм. Да, посмотрите. Я, правда, не помню, как он называется. Но это вот то, что ты сказал. Чел реально в один момент просто сказал, что вот так вот… Он переломался? У меня тысячи долларов на карте. А, извините. Он говорит, ну это сейчас… И они просто их дали. Переломался в голове и наврал. Он там стал круто жить. Спасение мира вы пытаетесь спасти только себя. К тому же никто не знает вас по-настоящему. И, значит, и не дружит с вами настоящими. Вы никогда не… Вот я реально год-год. Я год. Ты год? Да. Вот когда выключается камера, я распускаю волосы сзади и с хвоста они у меня вот такие… Чернищие. Да-да, я вот стал годом. Вы не видели нового меня еще. Любое общение становится поверхностным и фальшивым, потому что вы никогда не раскрываете свои истинные чувства. Хирург Вивик Мурти назвал одиночество современной пандемией. Жизнь пи с тигром. Человек, ебаный, в рот плавал по всему морю. Послушайте человека с тигром. Да, лоботамию все надо делать. Да, это он. Это был он? Это жизнь пи. Спросом одиночества – хороший вопрос. Но об этом он написал целую книгу. Ну и раз в пандемии есть, то и вакцину он должен разработать. За 150 рублей, свалберес. Никому не нужно. Да-да. И вообще мировой заговор для управления веселыми и общительными людьми. В такое можно было бы поверить. У вас там сидит сущность в виде гномика. Ты придурок. Это… Знаешь, как его зовут? Это очень крутой чувак. Его зовут Алмаз Индига Нолокости. Индига Нолокости. Алмаз, его зовут Алмаз Индига. И он Нолокости сейчас, видишь. И он всяк вот этот… Он женщина спрашивает, говорит, у вас в суду тебе живота бывает? Она такая, да. Он такой, вот, видите, я все правительство нахуй. Тиктоки сейчас активно обсуждают так называемая проблема третьего места. Но чтобы понять, что такое третье место, нужно, наверное, понять, где первое и второе. Спойлер, не там, где вы подумали. Итак, первое – это наш дом. Второе – работа. А третье место – это то, куда вы идете отдохнуть после работы и от души поговорить с людьми, которые тоже… Я иду в гараж. Ну, если вы ебаный NPC, у которого может быть три места, то да, так-то… Может быть, одно место или шесть. А может быть, вообще сотни мест, куда можно пойти. Это сложнее, чем, ну, типа, человечки из «Симпсонов. Что за, блядь, что за бред мы смотрим?» Нет, почему бред? Нет, ну, не она бред делает, а вот то, что вот это действительно на полном серьезе обсуждается. И вот какие-то… Все давно придумано и решено. Просто… Юлик, пойми, что сейчас, понимаешь, вот стало модным писать «Бригаду». Вот, вот, если человек что-то не понимает, вот он… Даже простейших каких-то вещей, вот он пишет «Бригаду мне, поясните». Просто, ну, такое чувство, что, блядь, по кругу живем, говорит, я не… И он раз просто… А, ну, каждый раз рождается новое поколение, проходит через все вот это и такой, блядь, это вот… Я просто к тому, что становится модным очень странные вещи, которые раньше считались мувитоном, блядь. Вот сейчас стало модным быть невеждой. Модным стало быть неопрятным. Модно стало быть, знаешь, вот таким вот… А где модным? А просто, вот я смотрю на улицу, вот я еду, и вижу. Ну, да, да. Как-то вот не то, чтобы… Я не про то, что это там… Даже мода как-то поменялась в какую-то сторону, знаете, вот как-то… Как-то, я не знаю, вот она уже граничит, как будто человек идет настолько вот дорого одетый. Вот он такой вот прямо весь в брендах во всем, а одет по итогу вот… Вот он настолько модный, что аж не модный, понимаешь? Ты думаешь? Ну, да. И вот это я еще заметил, это еще китайцы, когда приходили, когда я в Айпорте работал. Вот они всегда были вообще впереди мира всего в плане там вот стиля одежды. И вот эти вот азиаты, они приходят, и вот он вот так, так, блядь, разодет, что я такого даже никогда не видел, что это выглядит как бомж. Как какой-то, блядь. И вот, а сам там надушен 350 там одеколонами и так далее, и идет там, понятно, что у него это все стоит в состоянии целого. Может, всю квартиру можно купить мою за эти деньги. Но он одет очень плохо, и при этом, при всем, понимаешь, как бы, и манеры у него были такие себе. Кинул, бросил там что-то. Ну, вообще, я не знаю, куда у нас катится все общество. Китайцы виноваты во всех наших бедах. Да, в этом проблема, да. Да, все просто. Жизнь такая простая. Три места просто, вам нужно, и все будет заебись. И все в вашей жизни станет классно. Просто найдите третье место. Вот такие... Сука, как это меня все раздражает. Вот такие придурки, вот вам вот эту таблетку простого решения. Ну, бля, просто найдите третье место. Смотрите, ухожу, что ты... Это вот я разъебу. Как бы ни, как она я разъебу. Только вот это, потому что он полосами пошел, да. Ну, у него были монитору, пизда, уже как год, да, наверное, вон снизу вообще... Просто срут в голове какой-то хуйней. Дебилизм придумали, и вот все, и все станет хорошо. Что, и вот никаких депрессий у тебя не будет, никаких... То есть, у вас на третье место, знаете, где у тебя? А если на второго места нет? Если я живу и работаю, вот, да, вот мы, допустим, вот в этой комнате я отдыхаю, работаю... Твою первую, вторую, третью? Да, первую, вторую, третью. Вот за этим компьютером я и отдыхаю, и работаю на нем. У меня одно место в жизни, вообще, вот он, вот он здесь. Чувака зовут вот этого. Пусть он тебе таблеточку решения вот этой проблемы написал. Вот я сейчас подумал, это потом тебе скажут, тогда пусть у вас будет три места, пусть будет у вас три жены, блядь. Пусть у вас будет три еще кого-то ребенка, одного, которого будете любить, которого вы нейтрально, и третьего ненавидеть. Вот это вот все, понимаете, так можно о чем угодно говорить. Нет, надо, надо, надо шить в одном месте. Еще поражает, с какой уверенностью он это говорит. Ты кто, блядь? Ты кто? Тебе на вид 30 лет, ты хуйню прожил. Что ты там, блядь, на какие-то поколения говоришь? Ты кто, блядь? Чтобы учить другие жизни? Он американец, он все равно. Ты чмо, чему ты учишь людей, с чего ты взял, что ты вред не нанесешь своими ебаными советами? Но он очень, вот, видишь, достаточно быть уверенным в том, что ты говоришь. Все просто, он просто ошибляется, блядь, вредки нам было. Ты меня, блядь, позор, блядь, придурок, извините. Я не знаю, вырежи, меня просто так вымораживает. А где вот, допустим, у человека, который там жил в пещере, у него третье место, где второе? Вот, блядь, нет, у него первое место тут, второе у огня, третье в желудке у соблюзового тига. Вот там он отдохнет и расслабится, блядь, растворится вообще в соку. Что тебе мешает пойти играть в дартс-пул с друзьями? Всего-то, всего-то, в этом вся проблема. А вот я вам скажу так, что у друзей со временем появится семья, у друзей со временем появляются дети. Тусоваться становится просто, нету времени на это все. Это нужно и воспитывать, и уделять время. Вот с этим ты что будешь делать? Я просто, я хочу потусоваться с друзьями, мне нужны друзья. У друзей своя жизнь, блядь. Друзьям на тебя не похуй. Но у них тоже нету теперь времени, знаешь, там я пойду в Дарс в любое время, в любом вечером тебя поддержать и покидать этот самый. Я считаю, что взрослую жизнь нужно жить как взрослый, блядь, друг. И все, никаких трех мест. Вот, а вот сейчас, опять же, да, вот он сейчас расскажет, ребята нас посмотрят, да, они вот так вот отсадят, такие, да, действительно, у меня работа и дом есть. А если я молодой, у меня еще родители дома, у меня некуда деться. И вот я теперь прыгаю на стену, теперь у меня депрессия. Мужик из Америки сказал, что мне нужен еще какой-то гараж с подвалом. Представляете, да, где меня высрать, блядь, где меня взять, нахуй. Снять квартиру, куда я буду приходить дорожить, блядь. Что это такое? Выходите на улицу. Ну так, ну и выйдите. Ложите свежим воздухом, пейте воду, ложите спарь. Общайтесь с людьми. Советы такие, да? Общайтесь, вот я тебе говорю, советы на уровне идиотов. Ну вот люди действительно, ну такие идиоты. Не, ну может она так и есть, вот она такая вот правда, вот такая вот простая. А что, вот вы действительно не понимаете, что нужно выходить на улицу, чтобы вам плохо не было? Что нужно общаться с людьми? Здесь, я думаю, знаешь, в чем дело? В том, что людям хочется, чтобы их заставили это сделать. Вот в чем проблема, понимаешь? Он сам все понимает, но он хочет, чтобы его, как бы, это вот, не знаю, то, что он нужен, его взяли вот так за жабр и сказали, друг, ты нужен, ты бери и выходи, ладно тебе мяться. И вот немножко поуговаривая, человек в итоге выйдет. Я знаю, что это значит. Я понял, про каких людей идет речь. То есть есть такие, которые без, знаешь, вот этого прямо супер внимания к себе заостренного не пойдут никуда. Сами, своими ногами. Пусть не идут. Нужно же в новостях о ком-то писать. Нет, пусть идут, Юля, пусть идут, идите. Хочет куда-то, кроме кроватки. Куда же делось это третье место? Тут вопрос комплексный. Давайте по порядку. Для начала я хочу, чтобы вы все поняли, что третье место, это не просто бар или ресторан, где можно попить сапирольчику или поесть. Это совершенно особое для людей место, у которого есть определенный вайб. Нет, я считаю, что третье место может появиться где угодно и в каком угодно месте, в какого угодно время. Это вот может быть необязательно даже место. Но она это и имеет в виду. Нет, она говорит, что оно конкретно должно быть. Я говорю, что оно может быть не конкретно. Нет, она то же самое, что и ты говоришь. Да? Я, значит, ее просто неправильно понял. Сесть на электричку и поехать за город. Место третье. Ну, что-то, а вот особенно для тебя, что позволите отдохнуть. Они не связаны с оборудованием финансово, политическим, легким или другим образом, и они свободны, чтобы приезжать, как они любят. У них места не подходит на уровень индивидуального статуса в сообществе. Пойдущая конверсация – это основная ценность. Вот она такой вред. Нет, Юлик, я вот честно скажу, что гараж подходит под все эти критерии. Да, безусловно. В гараже все равны. Вы абсолютно все. Вы не поверите. У нас приезжают в гараж и старые дедули, и богатые состоятельные люди, у которых там всякие квадроциклы, и мотоциклы, и все остальное. Туда приезжают молодежь на жигах. Туда все приезжают, и там все разговаривают друг с другом на равно. Там с каждого спрос одинаковый. Мусорить никому нельзя. Как ты догадался? Это все гараж. Как ты догадался завести гараж и общаться с людьми? Ты в ТикТоке увидел? Ну, мне хотелось. Да, да, это мое третье место. А я всегда его хотел просто. Я знал, я знал, чего хочу. Вот так, кто-то не может так. Кому-то нужно, чтобы за него все придумали. Я придумал, завас. Мы всему ТикТоку снимали это все, и он узнал, что такое третье место. И мне оказывается, нужно третье место. Я сейчас еще миллион ТикТоков с этими объяснениями посмотрю, как мне жить и что мне делать. Чтобы еда попала внутрь, нужно сначала разомкнуть губы, разомкнуть челюсть, взять еду, желательно вытащить ее из упаковки, положить в бот и начать делать такие движения. Жевательные, да, ты имеешь в виду? Да, они называются жевательные. А ты в теме. Я просто жую, да, я бывает. И потом глотаем. Важный момент. Не вдыхаем, а глотаем. Иначе, если ты задохнешься, ты умыл. Это сложно, не сразу может получиться. Но если вы ебаный дебил, то вам нужна вот эта инструкция. Глотайте. Я немножко агрессивно, мне это раздражается. Да, немножко агрессивно. Нет, ну, Юрек, ты просто тоже отнесись к людям с пониманием. Я не хочу с пониманием относиться. А ты отнесись. Почему? Потому что у тебя есть третье место, а других нет. Вот ты и смеешься. Я не характеризую третье место как третье место. Мне не нужно называть все каким-то названием. Назови адрес третьего места. Куда бы приходишь, чтобы потом... Митя Пушкина, дом Кулатушкина. Блядь, такой... А есть такая улица? Конечно. Приходи. В любом городе. В любом городе. Вы просто... Вот люди, которым это нужно, они инвалиды. Умственные инвалиды. Ну, зря ты так. Ну, может быть, человек просто не понимает, как ему выйти. Вот, слушай, все эти психологи, психиатры... Кто это? Психолог? Психолог люди ходят? Ну, конечно. Ну, вот они же рассказывают то же самое, блядь. Да. Ну, и чё? Ну, люди-то, значит, именно... Они, если эта профессия жива, значит, люди хотят услышать от кого-то другого. Есть профессии и, блядь, спортивных аналитиков тоже жива. И ничего. Короче, вот причин моей злости я поражаюсь тому, что это действительно кому-то нужно. Кому-то нужно объяснять. Для того, чтобы жить хорошо, нужно, ну, жить как человек, а не как, я не знаю кто. Ну, нельзя сидеть дома 24 на 7. Нельзя не общаться с людьми. Если человек этого не понимает, он тупой. Зачем ему вот эти видео, они ему ничего не объясняют. Да, он просто останется при сомнении и скажет такой, а я считаю, что это вы дураки, и вы общаетесь с другими людьми зря. В третье место сначала ходили мужчины, потому как они работали. Жены сидели дома и присматривали за детьми. И у них не было ни третьего места, ни второго. А первое вряд ли приносило удовольствие. Ну, как говорится, трава была зеленее и доходы в соотношении с расходами больше. Поэтому одного зарабатывающего члена семьи вполне хватало. Сейчас же содержать семью в одиночку реально, только если ты нефтяник или в рожде. Во-вторых, он винилевым капитализмом. Трест-призисы не доступны, и поэтому они не существуют. Сейчас, я работаю в политике и в государстве. Это как адаптивки. Людям в ТикТоке, я понял, им становится скучно от липсинков и танцев, потому что мозг... Надо что-то посложнее. Да, мозг, он постоянно требует каких-то задач, ему нужно работать. Но вместо реальных задач, они придумывают вот такое. Типа, вот есть адаптивки, давайте разбираться, что такое адаптивки. Давайте. Как их отличить, что такое адаптивки, а что неадаптивки. Все, тема проходит, мозг опять расслабляется, ему становится скучно, нужна новая тема для обсуждения. Третье место, давайте обсуждать, что такое третье место. Давайте дадим определение третьего места, давайте его найти. А давайте расскажем все, что для вас третье место и почему сейчас... Извините, я туберкулез. Когда, как его найти? Да, и вот люди этим бредом занимаются. Потом это станет скучно, найдут еще какую-то тему, такую же неважную, такую же с виду сложную и серьезную, но на деле тупую, чтобы занять чем-то мозги. Напали. Я не понимаю, к чему она идет. Третье место сегодня неприбыльное дело, потому как люди идут туда забыть о своих рабочих проблемах и от души поговорить в располагающей обстановке, а не потратить... Вот, вчера и сегодня мы говорили об этих комментариях над той новостью. А вот я чувствую себя этим человеком, вот из тех комментариев. Ну да, да, мы вот такие есть. Кто это вообще? Зачем это? Что вы несете, бред? На выпивку и тарталетки. Бесплатно такое можно сделать только в парке на лавочке, ну или в библиотеке, если говорить шепотом. Да и знаете, попробуйте подсесть кому-то просто так и обсудить свои проблемы по работе. Ты не урок с тобой поговорил. Если ты в России не знаком, как в Канаде, в России вполне себе можно поговорить с незнакомым человеком. Можно, можно. Но я хотел сказать, что сейчас новые лавки будут интегрировать, которые будут с шипами. Видел эту тему, что ты подходишь к лавке, там вот такие колья выезжают, чтобы ты не мог сесть и лечь. Острый, очень острый. Ты вставляешь там 10 рублей, и они вот так вот на 4 минуты опускаются. Ты сидишь, она начинает пищать, и если ты не успел встать, тебе продыряют. А они выезжают, да. И поэтому... Так надо, чтобы они не выезжали, а выстреливали. Ты где? Потому что это было полсекунды. И тут такая проблема. Ты сидел, пик, резко вскакивал. Чтобы успел. А все равно, смотришь, штаны дырявые. Успел. Настолько вошел. Сукровица пошла маленькая даже. Вот так вот, блядь. Доля секунды, и все, был бы дырявым. Нет, самое интересное, что ты сидишь на этой лавочке, за которую ты платил 10 рублей на 3 минуты, и к тебе посаживается человек, и начинает тебе какую-то хуету плести. Ты говоришь, слушай, чел, блядь, ты мне либо 5 рублей дам, либо я тебе нахуй вообще со своими проблемами. Слушай, ты одинокий, блядь. Сейчас шипы... А ему не горит, когда шипы выскочат. Встал, газету взял, но пока, бум, блядь, пробило. Теперь в больнице будешь лежать, не будешь неодинок. В лучшем случае вас не поймут, в худшем... Сумасшедший папка говорит. Третья причина в том, что люди перешли на удаленку, и как домохозяйки из раннего примера лишились и второго, и третьего места. Дома работаешь, дома и отдыхаешь. В конце концов, многие люди нашли третье место в соцсетях, и эта ловушка захлопнулась, а круг замкнулся. Ну что, узнали себя в групповых чатиках. В попытках убежать от одиночества в виртуальное третье место, мы натыкаемся на одиночество прямо там, среди виртуальных друзей. Всем привет, вы на канале Мрась. Мрась. И сейчас... А что сейчас с этим типом? Канал Мрась с популярным? Как он, ну вот, сейчас снимает, вкладывает ролики? Так он сейчас на разблокировку Ютуба, блядь, сделает. Он на Рутюб пришел. Он разблокировал Ютуб, естественно, у него там вот этот самый DPI, блядь, все. Канал Мрась. Мы сегодня покажем вам всем, что здесь находится. А теперь давайте переложим проблему третьего места на наши российские реалии. Если на Западе популярны каворкинги, то в России куда популярнее каферкинги. Да-да, это места с теми самыми ребятами, которые занимают самые уютные места в вашей любимой кофейне с ноутбуками. И они являются счастливыми посетителями персонального третьего места. Да, ничто не мешает им работать с домашним быстрым интернетом. Они приходят ловить Wi-Fi. Все вот это очень какое-то однобокое отношение к человеку, как вот к явлению. Очень однобокое, как вот карикатурное, вот эти кафешки, три места. Человек сложнее, глубже. Я, если честно... Проблемы сложнее, глубже и шире намного. Нельзя вот так вот брать и рассматривать все вот это в рамках трех мест. И вот это вот кафешки. Я, честно говоря, и сколько раз к ним приходил в эти кафе, там никто не сидел с ноутбуками, никто не работал, блядь, особо. Там могли только по телефону трещать, но я не видел там, чтобы работали. Это мемы с 2000-х? Да-да, вот. Потому что Wi-Fi был. Алина, вы давно в Канаде живете? Недавно. Потому что это, ну, это шутка. Еще и в фильме дюплекс был. Это мемы. Вот, типа, чуваки с макбуками в кафе, это мем. Мем из 2000, ну, не 2000, а 2012. Не, она 2010-го, да. Есть чизкейк. И приходят они именно за этим самым вайбом третьего места. Ну, и по великому закону подлости заведение всегда забито такими вот каферкерами. Бля, мне кажется, надо устроиться охранником работать на пропускной какой-нибудь. И вот там у тебя, вот это вот третье место приобретает суперзначимость. То есть ты там царь и бог. Ты захотел, пропустил пьяного урода. Ты захотел, не пропустил. Вот, скажем, нахуй его послал. Кстати, подожди, что у нас с телевизором сейчас происходит? Я просто его немножко замедлил. Нормально, пускай. Пусть выключено. Нет, нет, пусть. Нет, нет, наказание. За то, что вы вот так вот к жизни относитесь. Ладно, никакого телевизора. Никакого телевизора. Гулять идите. ...го конца города за любимой пиццей в голодном припадке. Во многих странах Европы и Америки такое не прокатит. Потому что ты или ешь, или уходишь. Никакой работы за обеденным столом. А если хочешь работать, дуй в коворкинг. Вот и получается, что третье место в России стало появляться, когда за рубежом молодые люди все активнее пытаются его воссоздать. Это не то, что именно? Это не так. В России тебя постараются всеми правдами и неправдами из кафе выпроводить, если ты ничего не заказываешь. Тебе, скорее всего, прямо даже скажут. Нет. Сделайте заказ. А даже если ты его сделаешь, тебе скажут мужчины, то, что вы купили чизкейк и кофе... Ну нет, уж грубить никто не будет. Нет, буду. Нет, буду, блядь. Даже дай ему скажу. Если вы купили чизкейк и кофе, это не дает вам права, блядь, арендовать квадратный метр этого помещения, блядь. Знаешь, в каком платье в месяц за это кафе? Дофига. А вы то есть идите, блядь, и решите заработать. Еще плюс, как бы, окружающая обстановка тоже сделает такую, чтобы люди быстрее уходили. Вот именно, да, да, да. То есть это о чем говорит? Нужно открывать бизнес, вот именно, знаешь, там, допустим, сосиска в тесто, сосиска в тесточная, блядь. Чтобы там всякие вот эти вот, блядь, бизнес-обрыги не появлялись. И наливать кофе, маккофе, три в одном, и сосиску в тесте продавать. И все, мужик забежал, скуф съел, выпил, еще сказал спасибо и ушел. А и не будет, там никто смог, а и Wi-Fi нету, чтобы не было Wi-Fi, нахуй нужен. Это все на Западе, я понял, видишь? Все вот эти примеры, это Third Place, только англоязычные были. Ни одного русскоговорящего человека. Мы не понимаем, о чем мы говорим. Third Place не было. Это, где это они вообще? Что это такое? Какое-то издевательство над книгами, блядь. И это регулярно облакирует с людьми. Ну и что, кому тут спокойно? Вот кому тут уютно? Вот лично мне вот сейчас вот все, что произошло, меня вызывает наоборот. Ну если не тревогу, то какое-то смешанное чувство. Вот мне тут некомфортно, например. Вот я стою, читаю книгу. Ну конечно тебе некомфортно, потому что там как минимум 50-60 человек, которые вот верят в это. Они все вот так ходят с кофе. Можно решить все проблемы третьим местом. Книги, все, какая-то, что это? Это супер некомфортно, блядь. Люди даже с шапки не снимают, блядь. Идиот. Видишь, вот это. Люди в головных уборах сидят. Она идиотка. Идиот. Вот сидит идиот. Которые смотрели с TikTok и пришли книжки туда читать, искать друзей. Иди домой. Иди домой. Тебя дома жена ждет, ребят, иди домой. А ты тебя сюда. Знаете, когда я думаю о своем собственном третьем месте, то представляю себя в старости с подружками на лавочке у подъезда. Ну и чем не третье место? Сиди, щелкай семечки, обсуждай прохожих. Дождик. Зарядил. Ты посмотри, что делается. Кстати, вот у вас есть такое третье место. Или, может, его пока нет, но вы точно знаете, в какой обстановке хотели бы проводить время после работы. Делитесь в комментариях. Да, у меня есть третье место. А еще, когда я плаваю в бассейне, я убираю металлическую лестницу, для того, чтобы выбраться. Я тону. Я не могу подняться. Жесть какая-то. А еще, когда писать хочу, я на месте начинаю танцевать, пока проход кто-либо. Лежу, пока не обоссудим. Пока организм за меня не решит. Этего места молодые люди лишились душевных разговоров после работы. И осталось отводить душу только на редких встречах с друзьями и любимыми. Но и тут не все так просто. Легон, они один, у нас семья есть. Что, вам не посрать на этого человечка? Нет, подожди. Здесь есть речь, что это ты человечек. Антон, мир сошел с ума просто за 12 лет. Даже погоди, в 15-м еще все было нормально. С появлением ТикТока, брат. В 16-м тоже более-менее было. Сколько лет прошло? 4, еще 5, 9 лет. Ну, 8-9. 9 лет все посходили с ума. Какая-то хуйня происходит. А молодежь подросла. Ребята, это все бред. Это ебаный бред. Вот выросшая на ТикТоках молодежь. Этого всего не было. Не было такой глупости. Ну, а сейчас, видите, да интернет просто в нашей жизни еще более укоренился, еще более уплотнился. И вот раньше этого не было, потому что мы о таком даже могли не подозревать. Это слишком все сейчас форсится, понимаешь? Да. Если раньше те, что проблема, они придумали вот эту фигню, и они форсят третье место, третье место. Ой, ты слышал? Третье место, посмотри, обязательно. Я думаю, что раньше можно было... Я вот до сегодняшнего дня не знал про третье место. Я просто, ну, я не то чтобы подозревал, что, как бы, такое место должно быть. Ну, это очевидный вещь. Ты работаешь, ты отдыхаешь, ты общаешься с людьми. Ты где-то должен просто проводить время, там где-то комфортно. Это не обязательно, да, что это третье место. Это реально место, бред. Оно реально вот у некоторых может быть в Майнкрафте, ёбаный ворот. Вот и там и сиди, блядь. Играясь в роблок свой, пока его не запретили, блядь. А видишь, а ему стало даже грустнее от того, что ему написали. Он решил, что теперь он не особенный. Он теперь не особенный. Он теперь нужен, он теперь не одинок, теперь ему нету вайбов одиночества. А вот человек странное существо в том плане, что когда вот ты один, тебе хочется компании. Когда компании много, ой, всё, надо одиночество. Вот, чём речь, понимаешь? Ну, как, как ни крутить, человеку всё равно не будет хорошо. Вот мне всегда хорошо. А мне тоже. Вопросы одиночества, конечно же, не могло не быть конфликта полов. Кто более одинокий, мужчины или женщины? Каждая странная... Какой конфликт? Естественно, мужчины. Мне похуй, кто более одинокий. Мне абсолютно похуй. Я считаю, что мужчины самые одинокие. Хотите, пусть будут мужчины одинокие. Хотите, пусть будут женщины одинокие. А, тебе не похуй конкретно на себя? Смотрите ролик, главное, подольше. Не выключайте. Вот это вот, это место, да. Единственное, что меня волнует. И не выключайте на этом месте до конца. Чтобы ролик не выключали до конца. Она перетягивает одеяло на себя. Ну, а мы попробуем разобраться, откуда ноги растут у этого спора. I regret to inform you, the men are not okay. That's right, folks. The men are not okay. The men have no friends, no girlfriend, no college education, no money. Я прекращу комментарии свои. Нет, 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 я хочу подослушаться. А то мы не досмотрим эту тварию. ...металл розы into their bones to be a few inches taller. And listening to AI Batman helped them overcome their фотографии addictions. You deserve real love. Видео этой девушки открыло портал в ад. Мужчины подписались под каждым ее словом, подтверждая, что они действительно чувствуют себя измокими. Особенно в романтичном плане. Нет, я согласен с этим бородатым мужиком. В социальный запрет на открытые выражения эмоций мешает заводить любовные отношения. Они чувствуют себя неуслышанно. А кто запретил, когда? Ты задаешь сложные вопросы. Просто хавай то, что тебе говорит, девочки. Нет, а кто запретил-то? Ты задаешь сложные вопросы. Я понял, я понял. Ты скажи, что-нибудь про третье место, про адаптивки, про то, что мужчинам одиноко. И ощущают на себе гнет того самого великого одиночества. Многие из них не выдерживают конкуренции по внешности или статусности. И к своим 20, 25, 30 и так далее годам не имели отношений с женщинами, потому что они их игнорируют. Многие мужчины живут жизни с спокойной десперацией. Это одна из моих любимых quotes. Потому что это правда для тебя. Тебе нравится купаться в этом. Самолюбование в жалении себя. Я такой несчастный. Я такой одинокий мужчина. И он находится в закрытом клубе. Я такой грустный. Одиноких мужчин. Полюбите меня. Посмотрите, как я страдаю. Так я посмотрите в моем паблике на 100 тысяч человек. Посмотрите в моем паблике, как я страдаю. Такой несчастный. Я один. Но я держусь. И к ним вот он не может пройти, просто чтобы его не заметили. И сказали, эй, Джефф, привет, я смотрю тебя. Такой, я один. Я одинокий. Ты тоже одинокий человек. А сейчас не мешай, я буду снимать видео о том, как мне одиноко. Может быть, слезу даже получится. Если я поверю в эту хуйню. Очень одинокий мужчина. Не. Ладно. Интереснее, так это отклик женщин в тиктоке. Эта волна хейта называется «Мужчины слишком ленивые, чтобы установить эмоциональный контакт эпидемии». На полях. Все понятно. Все понятно. Такая она. Грубо говоря, сами виноваты, что одни одиноки так выходят. Все всегда виноваты в своих проблемах сами. Не во всех, конечно. То, что у тебя рак, скорее всего, ты не виноват. Хотя, наверное, ты курил. Нет, ну, понимаешь, попытаться завести отношения и найти друзей, это не так сложно, как оно кажется. Человек, вот сколько раз ко мне подходили на улице, я small talk поддерживал всегда, и мне очень нравится это. Я всегда спрашиваю, как тебя зовут, откуда ты, ты местный, ты не местный, что смотришь. Знает ли кто-нибудь из твоих близких и родных, что ты сейчас пошел гулять? Да. Что ты здесь сейчас? Вообще, какая вероятность того, что сейчас ты... Что здесь стоять будут. Да. А телефон сейчас у тебя разряжен, включен, ты сейчас кому-то звонил последний раз. Ну, ты такой, давай я тебе фотографию говорю. Давай. Просто small talk. Давай сейчас, только мы сделаем ее не здесь. Что скажешь? Третье. Слышишь про третье место? Кортик покажу в третьем месте. Кого? Кортик? Кортик покажу в третьем месте свой. Ну, давай. Крутой квартир. У нас есть деньги и квартир. Но сейчас это все изменилось. И женщины имеют свои деньги, мы можем купить свои собственные квартиры, мы можем открыть свои собственные банки. Для кого это видео снято? Для одиноких мужчин, очевидно. Она кого-то перевоспитать хочет или к обсуждению? Нет, она просто смеется над ними. Она угорает. У нее много ушей. Почему-то, смотри, странно, уши как-то. У нее наушники. А, у нее двойные сережки. В общем дело, я не понял, с этим человеком. Я извиняюсь, ты должен иметь личность. У меня есть личность, Брад. Но есть маленький шаг, который никто не любит. О, это с Найсой больше всех, конечно. О, да. Для низкого цену, около 60 долларов, ты можешь купить фирби на eBay, который действительно хаунтан. И тогда ты никогда не будешь встать снова. Ну, другого она сказать и не могла, судя по ее виду. У нее сзади фирби есть тоже. Угу. 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 60 миллионов это безумно много. И не все эти люди сидят в каких-то вещах, обсуждают какие-то вещи. И male loneliness тоже не все обсуждают. Ума-одиночество. В основном они приходят к выводу, что мужчины сами виноваты в таком положении дел из-за патриархата, который так старательно строили веками. Вся их эмоциональная деревянность это следствие векового подавления чувств. Ведь ты ж мужик. Мужчина не чувствовать, мужчины бить палкой мамонт. И из этого вытекает неумение дружить с противоположным полом, завышенные стандарты к женщинам и отношения к ним не как к партнерам, а как к желанной награде и объекту отношений. Также девушки сравнивают мужское одиночество со своим женским одиночеством. Такого не раз не было вообще. Я думал, что у тебя было 25 ребят в твоих DM-х, и поэтому я не хотела поговорить с тобой. Я чувствую, что ты не должен рассчитывать книжку, и ты не должен рассчитывать, что люди все получили, и что люди... Это прекрасная жизнь, просто потому что ты думаешь, что они выглядят чистыми, или эстетически счастливыми, или что-то. Сотнями друзей, а ты просто сидишь дома и гниешь свои постели. Она ждет на своей уши в жизни, да? Будешь ли ты чувствовать себя так же одиноко в 30 лет, как ты чувствуешь? Блядь, вот люди есть, понимаете... Я вот просто смотрю... Девушка, серьезно. Вот есть люди-инвалиды. Вот есть люди, у которых нету ног и рук. Да, безоцениваешь ее проблемы и чувствовать нельзя. Блядь, ну а что мне еще делать? Да можно обеценивать. Можно обеценивать. Ну почему я не должен обеценивать? Вот на каждого человека, у которого кажется, что ему так плохо, найдется еще более несчастный, еще более пропащий человек, ну заблудившийся по этому человеку. Да, эта проблема не стоит рассмотрения, и уж тем более ролика и реактора. Да, я хотел сказать, что в конкретно взятый человек, может быть он правда несчастный, но вообще в целом, да, когда ты попадаешь в еще более хуевую ситуацию, ты вот как бабка начинаешь. Ну это и все, и я, и кто угодно будет говорить такие, блядь, вот жаловался непонятно на что. Вот, вот мы жили до ковида, не знали проблем. Но часа ковид, блядь, что может быть хуже сидеть дома и смотреть сериалы? И что теперь? И как? Сейчас? А? Классно. Лучше стало? И вот это все в моменте кажется плохим, ну а потом будем вспоминать эти времена и говорить, ебайте, хорошо, что я был один. ...и выжатыми после длительных отношений, и что их объективизируют. И, конечно, тема любви не обошла нас стороной, им тоже сложно найти подходящего партнера. Вдогонку к первому видео про мужское одиночество, та же девушка сняла второе видео о женском одиночестве. Существует бред, желание внимания, иначе зачем все это делать? Прям дикого внимания к собственной персоне, выйти за саму себя. И ситуация в целом та же. Молодые юноши и девушки страдают от недостатка любви, внимания и заботы. И кидаются друг в друга тапками, пытаясь выяснить, кто из них одиночие. Одинокие? Более одинокие. Как по мне, весьма печальный и бессмысленный конкурс. И победитель получит никого и депрессию в подарок. Палку. Да-да-да. Палка, это палка. Твой зарплатон, это палка. Я где-то читал, да, я уже забыл, что это за сюжет, надо будет освеживаться. Так прикольно этот лев нарисован. У нас есть весьма развитое движение инцелов, которые лезут на стены от одиночества и недостатка кексов. Несмотря на то, что я получил медали, я получил дипломы, я был лучшим студентом в УЗИ, я был лучшим учеником. Ни одна девушка мне не давала секса. Бля, вот у чувака одна и та же история. Он больной, он больной. У него есть секс. Мало его, понимаешь? Как угодно. Любой сын. Да, любой сын, но безусловно. Да, безусловно. Исходите обзор на эту треш сторону нижнего интернета. Ну а в вопросе одиночества все равно никто не переплюнет японцев. Хики. Хики-камори. Вот это тема, кстати. Термин в японском языке, который обозначает добровольное уединение. Термин официально признали еще в 90-х годах, но сегодня он снова обретает свою актуальность. И особое влияние на его возрождение оказала пандемия ковида, когда люди оказались в изоляции на долгое время. Да я ничего, вот сижу дома, пью чай и палю. Скучно. Так вот оно что. Я не просто сижу дома, я хика. Человек не ходит на учебу и работу, не видится с близкими, если у него вообще таковые были, а проводит все время дома. Но я хочу сказать, что если попасть в логово к хике, вы охуеете. Там куча всего интересного есть. Это уроды, они живут... Почему? Потому что они живут на деньги родственников, и все, что они делают, это развлекаются. Но они скупают хлам, блядь. Смотрят аниме, играют в игры, сидят в интернете. Вот такой прикольный Элма. Какая система прикольная? У меня колонки появились только в том году. Его родственники подкармливают, и хики кончатся. И появится обычный человек, который ходит на работе. Чем больше хик, тем их меньше. Потому что не может любая японская семья хику содержать. Слушай, аниме все, да? На сетях. Официально хикой ты становишься тогда, когда сидишь дома полгода. Ну, это просто высший уровень дед инсайдов. Есть разные уровни хикамори. Люди с легким случаем могут выходить из дома пару раз в неделю. А люди с тяжелым случаем редко покидают даже свою комнату. Также есть понятие прехикамори. Когда человек испытывает подобные симптомы, но менее трех месяцев. Ну, такой вот малыш хика. Так, ребята, кто хика, напишите. Сплодят в каких-то сущностей какие-то бессмысленные термины. Потому что смотрят хики. Кто из вас хика? Кто прехика? Кто протохика? Ну, он еще не стал... Значит, давайте так. Значит, я хика, а потом скиньте фотографии. Вашей комнаты я хочу посмотреть, как выглядит комната хики. Много ли там всяких... Вот, слушай, сразу комната хики. Ну, у меня не хики холм. У меня вообще нет ни одной аниме-фигурки, ни единой. У тебя хорошая комната. Обычная комната какая-то, не хика. У меня вообще, на самом деле, ничего нету комнаты. Ты бибика. Телевизор. У тебя одни тачки. Телевизор, стол. Ты бибика. Бибика? Бибика. Ну, у меня под окном есть. Бибика. Бибика, да. Вот я под ней лежу. Который еще не дорос до мастерства истинных джедаев. Что я наделал? Все заедут. Кстати, в этой сцене R2-D2 был с участником. Он с него сопровождал и ничего за тем не сделал, по-моему. Да. Когда он юных... Да-да, был юных падаванов, когда резали, он рядом стоял и... Ой, по-моему. И просто пипикал, да, вроде бы. Пипикал. И, да, и по сути он, ну, бля, R2-D2 ситх так-то тоже. Ой, нажми на паузу, сейчас и откроем. Кот Хика, он вообще не выходит из квартиры. Он что, охуел, что ли? Кот Хика, ребята, что мне сделать с моим котом? Обеспечивать его, кормить. Я вот это и делаю. Аниме фигурки ему покупаю. О, это все не мое, это все покупаем мы коту, чтобы он чувствовал себя лучше. Гандамо в сборной. Кот Хика. Кого? Гандамо. Кто это? Большие боевые роботы. Вот это... Мы из этих людей сталкивались с какими-либо аттракмирующими событиями в жизни, из-за чего решили вообще отказаться от социума. У меня только один вопрос. Это гибачо. Оно что они живут? Есть ли какие-то пособия для Хик через госуслуги статус? Получить можно? Я думаю, можно. Японию Ждану все можно. Неважно, изодировались ли вы добровольно или у вас просто не складывается общение с людьми. Парадокс в том, что мы, поколение соцсетей постоянного общения, ощущаем одиночество. Казалось бы, мы смотрим одни и те же мемы, общаемся в чатах, но не находим душевного личного общения за пределами этой... где мы только хвалим себя, какие мы крутые, какие мы не хиканы, и какие мы социальные, и как гигачаты, блять. И как там не нужны никакие третьи места, блять. Где я, там и третье место, вот и все. Где я, там царит и отдых, и продуктивная работа, и большое количество друзей, и сразу же становится очень тепло, лампово, мягко. Это гигачат, ребята. И вот такой гигачат у меня, вас в Антон Телеграм подписывайтесь, Илья Александрович, ваш тоже, прорекланируйте, пожалуйста. Идеи. И ни один из них не подходит нам ни как друг, ни как партнер. Знаете, может быть, эти советы про поиск хобби и групповое фитнес не так уж и плохи? Пора признать, что одиночество – это не приговор, а сигнал к переменам в жизни. Ты выглядишь одиноко, ты можешь это исправить. Ну конечно. Ставьте славу, если вам понравилось. Я рад, что он закончил этот ролик чем-то, ну, здравым. Чем-то, да, что может хотя бы чуть-чуть зацепить зумерков и дать им шанс, дать им соломинку на то, что они выкарабкаются. Ребят, выкарабкивайтесь. Либо заканчивайтесь с этой хуйней и живите нормальной жизнью. Удаляйте нахуй этот тикток ебаный и не заходите в этот шорт съебанный. Либо продолжайте там определять характеристики третьего места, кому грустнее, и живите свою не лучшую жизнь. Да, да. Счастливо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok